У школьников каникулы, а это значит, что часть времени они проводят на улице. Зимние забавы ребятня любят. Взяв подручное средство катания, они оккупировали горки, дворов и улиц. Но такое катание весьма опасно, поскольку большинство горок выходят на дороги. Потому сотрудники ГИБДД сейчас особенно контролируют дворы. Ведь в случае, если ребенок выкатится на дорогу, по которой едет автомобиль, затормозить быстро не смогут ни санки, ни машина. И тогда трагедии не избежать. В населенных пунктах, которые находятся на удалении, здесь в Северонесейске есть и проезжие части, где дети катаются, используют дорогу для катания с горок. Здесь, конечно, я прошу и граждан, в том числе, чтобы они, выявляя эти факты, сообщали нам по телефону дежурной части, работают телефонно-скруглосуточно. Здесь, в свою очередь, сотрудники ДПС тоже ориентированы на эти горки. Они тоже периодически заезжают, уделяют внимание, работают с несовершеннолетними. Но в первую очередь, за детей, конечно, отвечают родители. Потому сначала стоит узнать, где именно собирается играть ребенок. И несколько раз повторить с ним правила дорожного движения. В любом случае, несовершеннолетний должен быть воспитан в духе таком, чтобы использовать безопасное место. Да, сегодня у родителей есть время постоять и посмотреть, чтобы не было приближающих транспорта. А завтра несовершеннолетний самостоятельно пойдет туда и совершит правонарушение, и выкатится под водителя, под автомобиль, и получит травмы тяжелые. И потом родителям придется заниматься лечением своего несовершеннолетнего. Хотя уже очень сложно восстановить будет здоровье в первоначальном виде. Конечно, опасность есть, и трагедии не единичны. Но есть и другая сторона вопроса. Во-первых, родители не всегда могут проследить, где играет ребенок, по тому, как находится на работе. Во-вторых, где найти безопасную горку? Стоит подумать и оказать помощь в этом вопросе, организовать детей и взрослых для возведения таких горок. Запретить можно, но важнее найти выход для всех. Наталья Колесникова, Александр Ейскин, Северонисейская информационная служба.